Друзья, мы на классическом водоеме английского типа, в Ракитном. Это коммерческое озеро с хорошей популяцией карпа, амура, подлещика. Здесь тут и большие самы, но самы не предмет нашей сегодняшней охоты. Сегодня я буду ловить на ставшую весьма популярной и полюбившимся многим оснастку Flat Method Feeder. Это ловля с маленькой кормушкой на достаточно липкий корм, донная, при использовании рыбных прикормок и волосяного монтажа. В качестве насадки у меня будут выступать различные мини-бойлы, мини-пелицы, искусственная кукурузка. То есть, такие всякие разные веселенькие декоративные насадки с различными запахами, спектр которых просто невероятен. Начиная от каких-то рыбных и мясных запахов и заканчивая потрясающими яркими фруктовыми ароматами, такими как ананас, слива и так далее. Итак, сейчас я приготовлю прикормку, которую буду использовать на сегодняшней сессии. Основу моей прикормки составит методный микс на основе рыбной муки. В данном случае эта серия разработана Стивом Рингером. В этом году в Ирландии Стив стал чемпионом мира в личном зачете. Вся прелесть рыбалки с методом, с методной кормушкой, заключается в том, что расход корма, в отличие от классической фидерной рыбалки, он в разы меньше. То есть, если на фидерной рыбалке, на классической я обычно оперирую четырьмя килограммами сухой смеси, то здесь мне достаточно будет чуть меньше, чем пол пачки двухкилограммовой упаковки. В случае, если мне понадобится, я просто еще домешу корм. То есть, рыбалка с точки зрения расхода сыпучих смесей достаточно экономичная. Как видно, смесь эта имеет светлый оттенок, в ней присутствуют частички пелеца и какие-то красные вкрапления. Похоже, это что-то острое на основе Робин Реда, что-то перчинка какая-то небольшая. Дополнительной добавкой, в это время года у меня великолепно работают всякие прикормки на основе крыля, я хочу добавить вот такой микс, он ready to use, готовый к употреблению, но я его дополнительно еще буду увлажнять. Это крылевый микс, то есть, он имеет такой выразительный аромат креветки и яркий оранжево-красный оттенок. Данный микс разработан японской компанией, а, как известно, японцы не одну сотню лет занимаются возделыванием и выращиванием карпа кои, традиционной рыбы Востока. И поэтому многовековые традиции, написано уйма трактатов на этот счет, и многовековые традиции карпового питания, производства эффективного, естественно, легли в основу производства этих кормов, поэтому данные корма ловят и показывают себя очень хорошо на самых различных водоемах. И также я добавлю еще крылевый порошок. Это, грубо говоря, молотый, концентрированный экстракт креветки. Он еще сильнее усилит мою смесь. Также я этот порошок использую на своих карповых рыбалках для приготовления ПВА-пакетов и стик-миксов. Но и точно так же использую в прикормке. Перемешав это в однородную массу, просто довожу, разбиваю комочки руками, довожу до единообразной консистенции. И еще хочу я добавить в свой корм немного более крупной фракции. Есть вот такой вот пелец, пельчишка 0,9 мм. Он также используется для стик-миксов. Это коктейль-микс различных пелецов. Здесь есть бетаин грин, холибуд, холибуд криль, форсизон сухой пелец на основе рыбной муки, форелевый пелец. То есть, грубо говоря, это микс из различных пелецов. То есть я его даю некоторое количество в корм. Он даст корму дополнительную текстуру, рассыпчатость и придаст некоторое количество крупной фракции, высокоаттрактивной, которая будет отрабатывать в разное время по-разному. Каждый из этих пелецов имеет разное время растворения. Поэтому какой-то растворится через 20 минут, какой-то растворится через 40 минут. И в процессе нахождения моей кормушки со смесью на дне, данный пелец будет разгрываться, раскрываться, подхватывать, подхватывать, подхватывать работу и дольше будет работать смесь. Частично он во время увлажнения тоже будет растворяться и заставлять работать точку и делать ее привлекательной за счет своей высокой аттрактивности. Потому что в основу данного пелеца входит различное количество разной муки рыбной, соевые культуры, кукурузные глютены. То есть масса всяких разных вкусных и полезных карпу компонентов. Есть. Теперь увлажнение. Плавно, небольшими порциями, довожу прикормку до равномерной консистенции. Здесь стоит забежать вперед и сказать, что в отличие от матчевой прикормки, ну как бы для ловли классическим фидером, эту смесь я делаю более липкой. Моя задача сформировать на флет-кормушке такое вот, грубо говоря, забитие липким кормом, который бы выдержал заброс и пролежал на дне какое-то время. Поэтому здесь прикормка должна иметь консистенцию, ну и конечно не пластилина, но тем не менее должна хорошо лепиться. В этом и основная задача прикормок с пометкой Метод Микс. Еще немножечко. В состав этих прикормок входит какое-то количество фракций пьющей воду, такой как соевая мука, кукурузная мука, совсем немножко, но присутствует. Поэтому данная прикормка хоть и меньше, в отличие от матчевых, пьет воду и разбухает, увеличиваясь в объеме и подсыхая, но тем не менее такое происходит, поэтому через какое-то время нужно будет еще немножечко увлажнить ее. Так, вот я предварительно увлажнил мой корм до необходимой мне консистенции. И сейчас я его отставлю в стороночку, и пока он будет доходить до необходимой кондиции, я расскажу о том, чем я буду кормить сегодня свою точку. Тут есть ряд интересных моментов. Первое. Это хай-протеин-микс пелеца, в котором существует большое количество различных фракций пелеца, то есть и холибуд-криль, и классический холибуд, и бетаин-грин, и форелевый пелец. Данный пелец в различной фракции, различного диаметра, сработает по-разному. Один растворится раньше, другой растворится позже. Он будет привлекать карпа на точку. Также я сюда еще всыпал сразу уже некоторое количество бойликов различных, некрупного диаметра. В данный момент принципиальной разницы не имеет каких, просто для поддержания количества крупных фракций на столе на прикормочном. То есть совсем немного, но тем не менее, чтобы они были. Это бойлики с фруктовыми оттенками, банановый, ананасовый, для того, чтобы создать сразу выразительное яркое кисло-фруктовое пятно, такой маячок на столе, чтобы рыбу быстрее привлекать. Потому что сессия у меня не длинная. То есть мы приехали вечерком, и я приехал буквально на день. То есть мне нужно активный сигнал дать к кормлению рыбе. Для этих задач отлично подходят именно бойлы с фруктовыми нотками. Значит, вот этот вот пельчишка я буду при помощи спомбовой ракеты нагружать в нее и засылать на точку. Так что говоря о пелеце, могу сказать, что это одна из самых эффективных пищевых кормовых добавок для коротких сессий. Когда речь идет об одной или двух днях рыбалки, и нужно создать быстрый, выразительный кормовой стол. И еще одна очень эффективная добавочка, которую я лично полюбляю, а карпы любят не меньше. Это ферментированная кукуруза. Аромат браги. Это сброженная кукуруза. Она прошла процесс ферментации, точнее даже в нем находится. Карп очень хорошо на нее реагирует, потому что данная кукуруза при помощи бактерий уже частично переварена. Посему в организме карпа она усваивается еще быстрее и экономит ему энергию на усвоение пищи. И он получает из нее максимально быстро все необходимые ему жизненно важные компоненты. Поэтому данную кукурузу, в отличие просто от обычной, он поедает еще с большим удовольствием. Она имеет выразительный, очень сильный аромат, который привлекает рыбу на стол. И вместе с пелецом во взаимодействии создает великолепное эффективное кормовое пятно. Кукурузку эту я готовлю достаточно просто. Замачиваю на день, на ночь, чуть меньше суток. Потом варю 40 минут, сливаю воду, в которой варил, довожу до теплого состояния ее, такая, чтобы руку можно было в нее опустить. Добавляю в нее 20-40 грамм пекарских дрожжей активных, в зависимости от того, какое количество мне требуется кукурузы на рыбалке. В данный момент я исходил из 2 килограмм сухой кукурузы из объема, которые превращаются впоследствии в ориентировочных где-то литров 5, потому что она разбухает, увеличивается в объеме. Далее я добавляю туда меласу или сахар, там можно любое сахаросодержащее жидкость, для того, чтобы дать дополнительное питание бактериям. Хотя сама кукуруза, сама по себе, она содержит достаточное количество сахара, для того, чтобы запустить процесс брожения, но он будет тогда несколько медленнее проходить. Мне нужен эффект быстрый, чтобы это все произошло за 2 дня. Поэтому я добавляю меласу в основном, но бывает сахар. Все это дело закрываю, но не плотно, потому что если плотно закрыть, может емкость просто взорваться. И оставляю на парочку дней. Начинается процесс брожения, в процессе брожения начинает пузыриться, может появиться пенка. И такая кукуруза после пары дней, я ее вывожу с собой на рыбалку, она у меня стоит, продолжает бродить дальше, брагу я сливаю, и вот этой кукурузочкой кормлю рыбу. Вот такая будет моя прикормочная смесь, прикормочная программа, непосредственно которую я буду засылать на точку при помощи спомба. Тем временем, мой корм основной для работы с флет-монтажами подсох, впитал в себя воду, стал более рассыпчатый. И я его еще немножечко доувлажню, для того, чтобы он лучше лепился в кормушку. Плавно, сейчас уже аккуратно, для того, чтобы не сделать его излишне переуложненным. Потому что если сильно переуложнить корм, он может превратиться или вообще в пластилин, в зависимости от его текстуры изначально, и плохо размываться. Или же, наоборот, станет настолько жидким, что будет разрушаться в момент заброса, и кормушка не будет в должном виде попадать на дно. Ну вот, он достаточно хорошо лепится, но при этом разрушается. Красивые декоративные розовые частички, вот эти вот вкрапления крилевых компонентов всяких разных, пельчишка, вон, видно, темными пятнами, декоративными. То есть корм внешне получился очень привлекательный. Запах такой слегка островатой креветки идет, и рыбной муки, и вот видно, может быть, где-то палтусовая немножко муки. То есть хороший, эффективный корм для методной рыбалки. Все готово. Можно приступать к кормлению и ловле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому карп после поклевки сразу стремится в цепу. Там, в районе того камыша, под тем берегом, очень большое количество коряк, всякого донного мусора, в общем, всяких преград, которые мы уже оборвали две оснастки. Поэтому практически с закрученным фрикционом вываживание происходит. Сразу форсированно я принял рыбу, удочка самортизировала. То есть пришлось просто-напросто переть его нахрапом для того, чтобы не дать ему возможности завести в придонную преграду. Хорошо удочка вяжет рывки. Я веду рыбу, не поднимая удилища, для того, чтобы держать ее в придонном слое. И чтобы она не сильно боялась. Под берегом фрикциончик лучше немножечко прослабить. Чтобы рыба могла при возможности стартануть, если испугается. Надо еще дать ему немножечко погулять. Я его так немножко нахрапом взял. Он не совсем уж устал. Вспомнил боец еще чувствую что видно что крючочек не сильно глубоко сидит может в момент сорваться поэтому я форсировать не могу вот такой красавчик закрой что в корме они засечка вполне себе нормально хотим пошел ливень по убирали все вещи чтобы ничего не намокло оставили только удочку и вот в разрыве между когда между дождем когда чуть-чуть просто ослабы ослабы ослабли капли стали такие редкие капать удочка поехала рыба клюнула то есть видать карп наш сегодня весь день капризничал ожидаем именно у того чтобы разрядилась немножечко ситуация карп вообще рыба достаточно такая метеозависимая его поведение очень сильно зависит от условий приближается неделя ненасти по прогнозу погоды поэтому рыба крайне сложная рыбалка скажем так получилась у нас сегодня спортивная скажем малюсенькие насадочки малюсенькие крючочки рыба капризная то есть нетипичная для этого водоема обычно этот водоем меня награждает всегда богатыми уловами рыба клюет достаточно просто и часто а здесь как бы пришлось применить свои спортивные навыки в полной мере удочка отрабатывает так а давай-ка коряги не идти надо форсировать поднял разворачиваю потому что там корчи надо обязательно из корчей забрать было рыбу водоем такой компактный и рыбулечкам есть куда спрятаться много цепы и корчей подводных препятствий разных поэтому порой приходится форсировать события лишь только вяжущие свойства удилища позволяет на затянном фрикционе гасить рывки рыбы дождик ливень прошел как я и говорил кислород тут же поступает а а и 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